Это Ледуза. Мы говорим о произошедшем в эти сутки покушении на бывшего президента США и действующего кандидата в президенты Дональда Трампа. Это мировая новость номер один, но очень кратко нужно сказать, что случилось. Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. На словах «Взгляните, что произошло и на фоне сторонников, которые держали плакаты «Джо Байден, ты уволен», где имя соперника Джо Байден было написано бледно, а вот слова «You're fired» — крупно и жирно. Так по-английски не говорят в подобном контексте, но с натяжкой это можно перевести как «Тебя обстреливают». Есть пассивный залог, есть корень «fire», как команда «стрелять» или как под огнем выражение «under fire». Так вот, в этот момент, наполненный символизмом, если его искать, прозвучали выстрелы. Трамп взялся за правую щеку, пригнулся, подбежала служба охраны, затем он, закрытый сотрудниками секретной службы со всех сторон, встал. Можно было расслышать «Дайте же надеть ботинок», потом «Подождите, подождите». В этот момент политик задерживается на сцене, задерживает охрану, чтобы вскинуть перед собравшимся кулак и что-то произнести. Зрители в основном не слышат, что именно, потому что телохранители незадолго до этого задевают стойку с микрофоном, и она заваливается. В итоге Дональд Трамп легко ранен, оцарапана верхняя часть уха. И это фантастическое везение, потому что один из участников митинга убит, поле попало ему в голову, двое получили тяжелые ранения. Выстрелы велись из винтовки с расстояния примерно в 100 метров. Служба охраны убила стрелка ответным огнем на месте, подозреваемый в покушении 20-летний Томас Мэтью Прукс. Сейчас обсудим политические последствия этого покушения и главный вопрос, насколько оно повышает шансы Дональда Трампа снова стать президентом США. Здесь редактор «Медузы» и автор YouTube-канала об американских выборах Евгений Фельдман. Привет! Привет, привет! По большому счету, один вопрос. Попытка убийства Дональда Трампа повышает его шансы на избрание или нет? И держим в уме контекст после проигрыша дебатов с Джозефом Байденом и то, что единицы процентных пунктов решат дело на этих выборах. Спойлер! Ты считаешь, что не очень все это значимо, что покушение не повышает резко шансы Дональда Трампа? Я буду рад, если ты объяснишь эту свою позицию, но перед этим давай поддержим в неведении слушателей, пусть они немножко понервничают. И ты за это время объяснишь два важных контекстуальных вопроса про конец 60-х в США и про начало 80-х. То есть 3-4 примерно пункта у нас есть для разговора. Последний, я думаю, можно описать, как возможен ли трампизм без Трампа. Про 60-е. Процитирую историка-американиста Ивана Курилу. Вот что он написал. Вот много раз уже в этом году говорил журналистам, что напряжение в американском обществе очень великое. И каждый раз просили сравнить. А я вспоминал 1968-й. И думал, или говорил, что сейчас все же не та степень конфликта. Тогда помимо антивоенных протестов и расовых бунтов убили Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. Он, кстати, был вероятным кандидатом в президенты. А действующий президент Линдон Джонсон снялся с выборов, хотя мог еще в них участвовать. И вот уже в кандидата Трампа стреляют, а президента Байдена подталкивают к снятию 1968-й год. Пусть в лайт-версии конспирологов с обеих сторон. Прошу не комментировать по возможности. Увижу много комментариев о заговоре демократов. Последний способ остановить Трампа. И о заговоре республиканцев. Все подстроено, чтобы поднять Трампу рейтинг. Обсуждать это не буду. Мы тоже не будем конспирологов обсуждать. Неинтересно это. А вот формулировка 60-й лайт. Как тебе? Слушай, ну я думаю, что любая историческая аналогия, она, конечно, натянута заведомо. Да, 1968-й год, конечно, всплывает в памяти. И я, как большой поклонник Роберта Кеннеди, как раз, конечно, это по большому счету последний случай успешного покушения на кандидата в президенты. В 1972 году стреляли в Джорджа Уолюса, который тогда во время праймера был одним из потенциальных кандидатов от демократов. Но он был парализован ниже пояса, но выжил. И, кстати, перестал быть расистом и сегрегационистом после этого. Ну, в общем, сравнивать с 68-м или 72-м легко, но, наверное, все-таки американская политика немножко по-другому сейчас устроена. Мне кажется, что трамповский популизм и популизм, который по многому притягивает к себе и Байдена, потому что это какая-то простая и удобная тактика, это все-таки более важный контекст. И Лобби Кеннеди убил плестинец, который против поставок оружия Израиля. А в Уолюса стрелял человек, который вообще хотел славы. Да, мы пока вообще не понимаем мотивов человека, который стрелял в Трампа. Ну и главное, да, ты знаешь, мне кажется, что любые аналогии всегда уязвимы, и можно сколько годами заниматься, но это, наверное, натянуты всегда. Настроение, в смысле расколу сети общества, вот это напряжение, насколько похоже? Я думаю, что Курилл про это говорил, не в попытках сравнить или найти сценарий. Слушай, с этим тоже сложно, понимаешь? Если говорить о политической поляризации, то она совершенно несравнима и намного выше сейчас. То есть именно какой-то уровень ненависти именно по политической линии. В 68-м году, 70-х годах было много тоже политических линий раскола, но таких более прикладных. Вокруг Вьетнама, вокруг Израиля, вокруг сегрегации тоже, да. А в последние 20-30 лет в Америке резко растет уровень именно политической ненависти, ненависти по факту политической ассоциации. Демократы ненавидят республиканцев, республиканцы ненавидят демократов, и это ходит по кругу, скалируется круг за кругом. До сегодняшнего дня, до вчерашнего дня у этого были скорее, опять же, какие-то политические или культурные формы, да, не знаю, там, обструкционизм в Конгрессе или мемы в Твиттере. Это постепенно перерастало во все большее насилие, да. Тут можно вспомнить и 20-й год и протесты БЛМ, тут можно вспомнить и совершенно чудовищную реакцию Трампа и других республиканцев на Путинге в школах, например. Тоже, конечно, такая реакция тоже подпитывала ненависть со стороны демократов. Но, опять же, здесь невозможно сказать, кто первый, кто второй. Это вот такая абсолютная спираль, к которой вверх бегут сторонники обеих партий много-много лет. И, ну вот, на мой взгляд, как раз эти сравнения с предыдущими витками политического напряжения в Америке немножко несправедливы именно поэтому. Она сейчас исключительно политическая в самом узком смысле этого слова. Еще одна история из череды покушений на президентов и кандидатов в президенты США, через которую, как мне кажется, можно, собственно, поговорить про политические последствия этого покушения для Трампа, повысить ли это его шансы. Ты наверняка ее знаешь, но я хотел бы слушателям напомнить, так же, как и история братьев Кеннеди, этот случай очень популярен в американской массовой культуре. В 1981 год некто Джон Хинкли стрелял в президента Рональда Рейгана, и его мотив был очень специфический, человек с расстройством впечатлить актрису Джоди Фостер. До Рейгана ему не было, в общем-то, дела, он и на предыдущего президента готов был охотиться и делал это, тому, в общем-то, повезло. А Фостер Хинкли тоже преследовал и хотел то ли суицид на ее глазах совершить, то ли вот нечто такое сделать, чтобы она поразилась. У Рейгана из-за стрельбы Хинкли было тяжелое ранение, поле пробило легкое, он был человек немолодой, но выжил, и потом, много лет спустя, умер совсем от других причин. Но там был феноменальный политический результат, политическое и общественное сплочение, в том числе межфракционное. Оно позволило провести его программу и социально-экономическую, и внешнеполитическую по отношению к Советскому Союзу. Во всяком случае, есть такой миф. Специалисты скучно говорят, что у Рейгана и его курса и так была большая поддержка, и покушение лишь стало катализатором, немножко ему помогло, но он бы и так справился. Тем не менее, с Трампом после покушения может нечто такое случиться? Вдруг республиканцы, зажимавшие до этого нос, скажут, ну нет, ну это точно наш лидер. Или даже как с Рейганом, какие-то демократы вдруг скажут, какого лидера у нас едва не отняли, как нация едва не осиротела. Почему, на твой взгляд, та ситуация, неприменимы к этой, и какими могут быть последствия? Слушай, ну на каждое покушение на Рейгана есть покушение на Форда. В 1975 году, например, когда он был действующим президентом и начиналась, скорее, с кампании 1976 года, Джеральд Форд, президент-республиканец, тоже пережил попытку нападения в Калифорнии, но там не выстрелил пистолет у женщины, которая собиралась это сделать. Между прочим, она была частью культа Мэнсона. Ну и Форда это никак не помогло, он прекрасно проиграл выборы в одну калитку Картера в 1976 году. Я все-таки думаю, что нынешний выбор, нынешний цикл, он действительно абсолютно беспрецедентный. И мы с тобой этим летом довольно часто разговариваем. Сначала мы с тобой разговаривали, когда Трампа признали виновным по уголовному делу. Да, 304 сети обвинения, одиногласный вредит присяжных. Ну и вот я уже, по-моему, даже у тебя в подкасте про это нын, да, что американская политика перестала быть в этом смысле разумной, как раз, на мой взгляд, из-за поляризации. Все же все для тебя решили. Вот вносится вердикт по уголовному делу, рейтинг Трампа приседает на полтора процента на две недели. Байден историческим образом проваливается на дебатах, его партия обсуждает возможность его заменить. А что происходит с рейтингами? Ну, большому счету, да, вот с дебатов прошло две с половиной недели. За последнюю неделю рейтинги Байдена, например, выросли немножко. То есть вот это падение на 2%, примерно, которое случилось после чудовищного выступления на дебатах, которое подкрепило все худшие ожидания от Байдена, вот с точки зрения самых банальных цифр, да, как будто повлияло не так сильно, да, и не так надолго. У республиканцев сейчас, вот на этой неделе, должен начаться съезд, на котором, собственно, Трампа утвердят очевидно кандидатам. Съезды всегда приносили кандидатам 3-4-5% роста без всяких покушений, просто потому, что это 4 дня прайм-тайма, которые получает партия для того, чтобы, ну, в идеале, да, если в партии нет разлада, ты устремленно, целенаправленно рекламировать своего кандидата, его вице-президента, показывать единство, свою программу предъявлять и так далее. Через неделю мы увидим опросы, в которых рейтинг Трампа выросит на 2%. Связано это с покушением? Наверное, в какой-то степени. Будет это связано со съездом? Наверное, в какой-то степени. Но вот мое ощущение, что даже если рейтинг выросит чуть сильнее, на 3, не знаю, на 4%, можно такое себе представить? Наверное, можно. Но насколько долго в гонке, которая идет такими темпами, этот эффект сохранится, я не знаю, и мне кажется, что вряд ли надолго. Вот у нас сейчас середина июля, да, выборов примерно 100 дней, да, а у нас уже произошло огромное количество совершенно непредставимых раньше событий. Я бы просто вжимал себя в креслице в ужасе, в ожидании того, что будет дальше. А каждое конкретное событие, думаю, что по отдельности влияет не очень сильно. Но опять же, здесь, наверное, есть еще такое, знаешь, хитрое уравнение. Ну, то есть, чем сильнее все в 3-м Трампе сейчас, чем сильнее он будет расследовать за покушение, тем, наверное, проще будет тем демократам, которые настаивают на том, что Байден с гонки вышел. Возможно, это тогда приведет к обратному результату, да, будет какой-то, как это называется, медовый месяц у американской прессы и общества, с, например, Харрис, да, как новым кандидатом, а может быть, новым президентом. Это тоже вполне себе расчетный эффект. Короче, я бы пока, знаешь, вот моя любимая мантра по американской выбору, что рано, рано, нужно подождать немножко, да, когда станет яснее, когда будет больше информации. Понятно, что произошла какая-то историческая штука. Но опять же, это не первая такая историческая штука в этой гонке. А, например, мне кто-то писал, что вот там фотография, где там смело поднимает кулак и действительно так достаточно впечатляюще себя ведет в этой ситуации, что вот эта фотография, она там станет исторической и повлияет на исход выборов. Исторической, конечно, станет. И это действительно впечатляющий жест, и как-то впечатляет вся отобранность, да. Но влияет ли это на выборы? Да, конечно, нет. Нисколько было таких фотографий в одну и в другую сторону. Почему фотографии штурма Капитолия на эти выборы никак не влияют, а эти фотографии через 3,5 месяца будут влиять? Я бы не переоценивал бы влияние. Но это наверняка оригинальная точка зрения. Я говорю, что сейчас кажется, что консенсус, типа вот, теперь все решено. Я бы с этим поспорил бы, мне кажется, что у меня есть какие-то аргументы, но консенсус не на моей стороне. Ты сказал, что эти кадры тебя впечатлили, меня тоже. И я бы сказал, что быстрота реакции и сообразительность Трампа меня удивила. Я даже сначала подумал, может, там тренинг был еще, когда кандидатом он был первый раз или президентский, и служба охраны как-то его инструктировала. Там слышно, как сотрудник службы охраны говорит на землю, ложись. И он быстро понимает, что надо сделать. А потом, когда его облепили эти охранники, он понимает, что их надо задержать и надо сделать вот этот исторический кадр, потому что это его момент. Поразительная совершенно реакция. Это меня тоже удивило. И хладнокровие. Вот чистый популист просто природный. Да, да, конечно. Но, понимаешь, я, может быть, слишком рационален относительно среднего избирателя, но я не могу себе представить, чтобы человек, который, не знаю, был за Трампа, теперь стал бы за Трампа и за Трампа. Или человек, который был бы за Вайден, но посмотрел бы на эту фотографию и решил бы, какой он хладнокровный. Ну, он, конечно, против наших гипотетических институтов. Зато, как он кулак поднял, я буду за него. Ну, то есть, мне кажется, что в обе стороны это не так сильно повлияет. Да, в краткосрочной перспективе, конечно, как-то мобилизует. Но долгосрочный, наверное, здесь не очень верят. Ты, как ты сам заметил, не раз повторял эту мысль, что все, кто за ту или иную сторону, уже мобилизованы. Что они уже поляризованы, если угодно, и не отступятся. Ну, не кажется ли тебе, что Трамп держит тонус как политик, а демократов все-таки нет, и вот это может сыграть. И различие, небольшая разница в процентных пунктах, в единицах процентных пунктов сработает на Дональда Трампа. Не будем углубляться в систему голосования, что там не столь важны проценты и количество проголосовавших, сколько выборочек, и вот это вот все не будем. Ну, ты понимаешь, о чем я. В таком умозрительном зачете по очкам он, кажется, лидирует. И не знаю, почему ты говоришь, что времени не очень много остается. Мало остается. Нет, смотри, Трамп сейчас, безусловно, лидирует. И математические модели, которые как раз учитывают и опросы, и фундаментальные факторы, и правила голосования, дают ему примерно 70% вероятности выигрыша, что, конечно, очень много, и демократам нужно, чтобы в их пользу очень много всего сложилось, и с точки зрения того, как Байден будет вести кампанию в оставшие месяцы, не факт, что он на это способен, и с точки зрения каких-то случайных событий, и с точки зрения каких-то системных ошибок, которые были у полстров, и могли бы, если пересканчивать поддержку демократов, выскажать эти цифры. Но, опять же, понятно, что вся эта история с покушением Трампу не повредит, мягко говоря. Но это слишком безумные выборы, чтобы вот так вот, знаешь, равновесно оценивать все эти камешки. Такими темпами 4 ноября начнется вторжение интернетян, и уж не знаю, как это повлияет на избирателей. Вторжение не вторжение, но я предложил бы тебе о другой гипотетической ситуации поговорить, гораздо более вероятной. Пуля пролетела близко, сантиметр левее, и мы бы сейчас о другом говорили, с другой интонацией, меньше тут, возможно, позволили бы себе каких-то шуточек, прибауточек. Некого было бы, кажется, республиканцам выставить столь же эффективного с точки зрения противостояния демократам и Джозефу Байдену лично. Что они сделали бы? Вопрос из серии «Возможен ли трампизм без Трампа?» Ну, слушай, тут можно сразу все равно отвечать, с юридической, процедурной, с политической. И по большому счету, поскольку как раз на носу съезд, то есть вулканцы, когда месяц съезд у демократов, это может быть, как сказать, оптимальная точка, чтобы потерять своего кандидата, в том смысле, что вот у вас прямо сейчас уже все эти люди, которым, собственно, нужно утвердить кандидатуру, собираются, чтобы это сделать. Понятно, что если бы в тот случай с Байденом или что случилось бы с Трампом, съезды, наверное, стали бы открытыми или квази-открытыми такими, когда делегаты в свободном режиме слушают потенциальных кандидатов и голосуют за них. Знаешь, как примерно город, который придет в Олимпиаду, выбирают. Пока кто-то не набирает половину голосов, мы поражаем голосовать, а худшие гонки выходят. Кем заменить Трампа технически? Ну, я думаю, что никакой проблемы у республиканцев с этим не было. Есть там тот же Джей Ди Вэнс, сенат Резагао, который, вероятно, будет вице-президентом, объявлен завтра-послезавтра, видимо. Достаточно интересный человек, который в 16-м году, в 17-м году был рьяно против Трампа, говорил, что это гонострофа для республиканской партии. Потом очень резко его полюбил, призывал, например, к тому, чтобы когда Трамп выйдет на выборах, на Байдена взвели уголовное дело, ну и так далее. В общем, такой прям достаточно, кажется, похожий на Трампа человек, очень молодой, 39, если я не путаю, достаточно харизматичный, написал настоящий бестселлер о своей жизни в бедной глубинке в Лид-Весте, как раз, в общем-то, ключевом штате для выборов. Видимо, он как раз с Трампом и выбран как человек, который вот к этой ключевой аудитории может обращаться как-то более-менее эффективно. Проблема в том, что для республиканцев, конечно, это такой, все равно был бы полет слепу, равно как потенциальный сценарий с уходом Байдена, это полет слепу для демократов, потому что мы не можем сравнивать другого республиканца с Байденом, потому что все ресурсы республиканской партии много месяцев, много лет вкладывались в Трампа, да, в его позиционирование, в его раскрутку и так далее. Поэтому сравнить какого-то случайного человека, ну, сенатора, допустим, да, который никогда не был в федеральную кампанию, мы не можем по одной методике провести опрос и сказать, о, он даже лучше Трампа был бы, равно как и с Байденом такая же проблема, да, вот. Мы видим какое-то поле потенциально-демократических кандидатов, которые отстают от Трампа примерно так же, как Байден. И вот что это значит? Ну, вообще-то это значит, что у Байдена все очень плохо. Это значит, что те люди, в которых не вкладывались, имеют примерно такой же рейтинг относительно Трампа. Но что случится, когда именно этот человек станет главной фигурой партии, кандидатом, когда на этого человека просто критика, мы не понимаем ни с той стороны, ни с другой. Поэтому технически, конечно, есть кем заменить Трампа. И в целом в партии за 8 лет, что он ее контролирует, создал действительно такой pipeline-лифт для популистов, для людей, которые похожи на него. Но при этом одним из главных критериев, которым он их отбирал, была личная лояльность. И как это может выглядеть, если бы, допустим, не стало, шперт его знает. Ну и опять же, разумеется, дальше есть вопросы достаточно специфической истории, которые есть у Трампа. И в хорошем смысле, и в плохом. И в смысле груза уголовных дел. Трамп не очень хороший кандидат, так на самом деле. Возможно, некий квази-Трамп, который не обременен этим грузом, был бы и более сильным кандидатом с теми же позициями, той же свободой, которую имеют любые популисты, но при этом без груза 6 января, уголовных дел, банкротства и так далее. С другой стороны, опять же, никак это узнать не можем. А при этом, поскольку структура республиканской партии во многом выстроена таким образом, чтобы давать, в общем-то, личный контроль Трампу за многими процессами, начиная голосование в Конгрессе и кончая фандрайзингом, да, и все республиканцы загнаны Трампом и его командой на одну фандрайзинговую платформу, и это было большим скандалом, например. Ну так вот, да. Как эти структуры будут существовать без Трампа, тоже, конечно, невозможно предсказать. Вполне может быть, что просто управляемость этой структуры станет нулевой практически. Я смеял надеяться, что ты скажешь, ну да, это очень специфические сами по себе представления, связанные со страхом того, как меняется общество, и в какой неопределенности оказались люди в Америке, рабочие, в том числе, синие воротнички, да, и как вот миграционная повестка преломляется в их сознании, и как они воспринимают роль Америки в мире, и вот это вот все, что Трамп олицетворял лично, очень эффективно, и как будто эта повестка была с ним и остается с ним неразрывно связанной, и он лучше всех умел это говорить, и попробуй поищи человека, который сможет это также сформулировать, чтобы половина Америки, примерно половина Америки, вдруг пошла голосовать и была очень так поляризована. Понимаешь, мне кажется, что у Трампа еще, помимо всего прочего, было действительно уникальное свойство, вот я 8 лет за ним слежу, и оно до сих пор остается для меня вообще-то необъяснимым. Он мог в течение 5 часов давать противоположно разные ответы, находить тот же вопрос, сегодня он был, не знаю, против аборта в любом виде, когда выступала перед христианская аудитория, а через 3 часа он, в общем-то, за аборты, ну вот давайте их немножечко ограничим, когда выступает перед какой-то умеренной аудиторией или более широкой аудиторией. Это было в 2016 году, это было в 2020, это происходит сейчас. Он одновременно умеет уходить от ответов и при этом каким-то таким образом позиционировать себя так, чтобы это не выглядело проблемой, даже, может быть, выглядело, наоборот, его достоинством. Я в 2017 году говорил с несколькими его сторонниками на митингах, которые говорили, что, ну да, ну а что, он сейчас ничего не обещает дельного, там обещают 5 разных вещей. Вот это для того, чтобы потом никто не мог прожать кнопки и сказать, типа, а что ты говорил вот это вот, а теперь противоречишь там себя. Ну он как бы прямо сейчас противоречишь, а потом делать то, что будет нужно. И то, что есть такое количество людей, которые готовы искать такие странные объяснения вот этим, как это в Америке называют, флип-флопами, да, подъемами с переворотом, это, наверное, главный, в общем-то, и, может быть, главный, незаметный, по крайней мере, то есть, если бы Трампа не было, мы бы все равно наблюдали менее успешного кандидата, можно все-таки предположить, хотя ты отказываешься от такого рода предположений. Последний вопрос. Как испортить Трампу момент? Вот он сейчас что должен сделать, чтобы эти очки, которые он заработал на своем поведении во время покушения на самом этом факте, нивелировались, потратились как можно скорее начать намекать на то, что это Дипстейт его пытался убить, или наоборот, не начать это делать? Слушай, не знаю. Я думаю, что, опять же, те люди, которые склонны верить концепологическим теориям, они уже сразу разобрались по своим уголкам, не задумываясь, что в первые же секунды все для себя все решили. Для одних, значит, это евреи, для других Дипстейт, для третьих Трамп сам все устроил, и эта постановка, и показуха. Если бы я был бы политехнологом в Америке сейчас, я бы этих людей, в принципе, наверное, не очень учитывал бы, потому что они достаточно непредсказуемые, скорее всего, и так уже либо за мою сторону, либо за чужую. Ну, если бы я был бы политехнологом-демократом, ну, во-первых, если я был политехнологом-демократом, я бы уже, конечно, давно заменил бы Байдена как кандидата неделю-две назад для того, чтобы партия могла запустить какой-то эффектный процесс каких-нибудь квази-праймерис, дебатов там и так далее, и привлечь к себе и к своей платформе максимум внимания. В этом смысле, кстати, Байден, ну, пусть не решаясь на этот шаг, он тоже достаточно точно себя ведет. Вот у него была пресс-конференция пару дней назад, которая подавалась как то, что вот он сейчас докажет, какой он свежий и все такое. Он этого, в общем-то, не доказал и выглядел там ну, нормально, но не супер и, конечно, никого не убедит. Но эта пресс-конференция по итогам, черт убери, саммит и НАТО, не самая интересная штука на свете, собрала аудиторию в 25 миллионов человек. Это половина аудитории дебатов. То есть демократы могут совершать какие-то синтетические как бы действия выдуманные, да, и привлекать к гигантскому аудиторию сейчас, потому что вся эта ситуация с Байденом, конечно, очень интригует аудиторию. Ну и кроме этого, Байден тоже достаточно мудро построил свое выступление. Там все ждали, как он будет отвечать на вопросы журналистов и путаться. Это, в общем, в какой-то степени случилось. Но начал-то он, наверное, когда была пиковая аудитория, с достаточно длинной речи про НАТО, про важность международной безопасности, про проблемы, которые может принести Трамп. Ну, то есть такого с короткого программного выступления, которое он читал гладко и по суфлёрам, и пользуясь этой платформой для того, чтобы как-то переключить внимание со своих проблем на какую-то степенирую сторону. Я не думал, что это ему как-то поможет. Но возвращаясь к этому вопросу, если бы я был бы каким-нибудь политтехнологом-демократом, моя тактика была бы куда-то в эту сторону. Я бы подождал бы 5-6 дней, сейчас Байден объявил, что они прекращают агитацию, снимают ролики на какое-то время. Ну, понятно, это тоже такая этическая норма в политике, в такой ситуации не агитировать. Ну, в том числе, потому что есть шанс как-то прям совсем некрасиво выглядеть. Да, я бы на месте Байдена и его штаба дождал бы недельку, убедился бы, что происходит катастрофа из-за этих рейтингов. Пусть это не связано в какой-то веке с проблемами Байдена, но всё равно они просели бы, математические модели показали бы полный караул. И дальше, ну, я не знаю, условно говоря, в следующий понедельник, вторник я бы объявил бы о том, что действительно там, не знаю, наш кандидат снимается, у нас теперь будет другой. Смотрите, какой он молодой и яркий, он будет бороться с политическим насилием, ну и так далее. И это бы как раз сгладило бы вот тот рост, который будет у республиканцев неизбежно после покушения и после съезда. И наоборот, переключило бы тогда обратную повестку. Что мог бы сделать Трамп, чтобы что-то испортить? Не знаю, ну, видишь, мы с тобой согласны, что он такой суперинтуитивный политик, который даже в ситуации такого стресса, как покушение, ведёт себя именно как политическое животное в самом лучшем смысле этого слова. Поэтому я думаю, что ждать тут какой-то его косяк, наверное, довольно сложно. Опять же, знаешь, он привел удивительную дисциплину после провала Байдена на дебатах, и в раме дебатов особо не поясничал, и после тоже не прыгал на трупе оппонента. Я думаю, что сейчас тоже ему особо ничего делать не надо, и я думаю, что он тоже особо ничего делать не будет, хотя, конечно, съезд они, наверное, будут строить уже вокруг какой-то вообще религиозной веры своего кандидата, можно предположить. Спасибо огромное. Лист Евгений Фельдман. Если вас впечатлил рассказ Евгения, и вы хотели бы познакомиться с его работой ближе, обратите внимание на раздел «Магаз» на сайте «Медузы». Там можно сделать предзаказ фотокниги Евгения Фельдмана «Эта Навальный». Прибыли к ней пойдет семья Алексея Навального. Также не так давно в издательстве Бориса Акунина вышла книга Евгения Фельдмана «Мечтатели против космонавтов». Еще о ней был эпизод «Что случилось», можете найти в предыдущих выпусках и послушать. Поддержите работу «Медузы». Это можно сделать по ссылке в описании. Редакция существует в основном на пожертвования аудитории. Это все крайне важно для нас. Причем мы обращаемся за помощью к меньшей части нашей аудитории, той, что живет за границей и вдали от цензурного и уголовного преследования властей Российской Федерации. Мы очень рассчитываем на вашу помощь и крайне благодарны всем, кто нам уже помогает. Этот подкаст выходит каждый будний день на «Медузе», на множестве подкаст-платформ, в Ютюбе тоже, на канале подкаста «Медузы». Не забывайте оставлять комментарии и ставить лайки. Это тоже форма оценки нашего труда и поддержки нашей редакции. На этой неделе мы старались больше обычного, сделали 7 выпусков вместо обычных 5. Это было «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok